Привет всем! Давайте вместе чистить лицо и собираться спать. Таким образом выглядит чаще всего мое лицо в конце рабочего дня. Как вы видите, оно хорошенечко поблескивает уже. И кожа чувствует себя в принципе неплохо. Я вам покажу базовые шаги, которые я делаю, предпринимаю, так сказать. Когда очищаю и слежу за кожей вечером в настоящий момент. У меня постоянно моя рутина меняется, в зависимости от того, чему моей коже надо. И должна вам сказать, что самое главное, что вы можете сделать для здоровья своей кожи, это просто слушать ее. Если кожа суховатая, ее надо увлажнять. Если она жирноватая, ее все равно надо увлажнять. То есть увлажнять нужно в любом случае. Может быть разные методы очищения использовать. Может быть разные уходовые средства использовать. То есть фактически ваша работа просто слушать свою кожу и делать то, что ей нужно в настоящий момент. Это как, вы знаете, покушать. Иногда хочется арбузика, иногда куриный хрящик. И ваша кожа вам скажет, чего ей надо. У меня нормальная кожа. В смысле нет никаких особенных в настоящий момент у нее пожеланий. В последнее время мы переехали жить в провинцию, где достаточно влажно. И моя кожа сухая просто купается в этой влаге с большим-большим удовольствием. Начнем с очищения. В смысле очищающего средства сегодня я буду использовать вот такой вот Eye Makeup Remover от Bobbi Brown. Я предпочитаю, честно говоря, мицеллярную воду, но мне было интересно попробовать вот такой вот ремовер для глаз. Посмотрим, как он работает. Я его уже пробовала, но я вот вам покажу. Просто прикладываю ватный спонж. Кстати, о ватных спонжах я хочу тоже поговорить обязательно. Ватный спонж, ватному спонжу рознь. И нужно обязательно покупать спонж, который не разладится. А то у вас по всему лицу придется собирать какие-то катышки. Во-первых, не разладится. Во-вторых, очень мягкий вариант нужно брать. Я пользуюсь такими ватными дисками от Shiseido. Это, в принципе, готова найти более бюджетную альтернативу. Они немножечко дороговаты, на мой взгляд. Хотя лучше спонжей я и ватных не нашла. То есть вы видите, что я вообще не тру глаз. Я перевернула на другую сторону. Просто прикладываю. Выдаю жидкости для снятия макияжа делать свое дело. И легонечко-легонечко промакиваю фактически по периферии глаза. Ни в коем случае не тру. А терять глаза не имеет смысла. Потому что это значит, что ваша жидкость для снятия макияжа плохо работает. И очень нежная кожа вокруг глаз может отреагировать не самым благодарным. Убрана на такие манипуляции. То есть промакивание и вот такая вот легкая... Легкий протер... Протрение... Протирание. И все остальное лицо я легкими движениями просто протираю остатками этого самого строителя макияжа. И он... Это не жирный продукт. Могу его посоветовать. Совершенно спокойно. Это не жирный продукт. Он по консистенции напоминает воду. Видите, это не до двухфазный продукт. Базовый мейкап ремовер с алоэ верой и розовой водой. Много не надо. Как вы видите, одного диска мне хватило, чтобы удалить большинство того, что у меня на лице есть. Но это еще не конец. Как мы все знаем, макияж удаляется не одним махом. Сейчас можно брать какую-нибудь мицеллярную воду. Я беру увлажняющий лосьон-эссенцию от Shiseido. И просто вторым проходом вот так вот по лицу просто смотрим, есть чего. Осталось или нет. Как вы видите, совсем по периферии у меня еще есть немножечко макияжа. Осталось. И этот, как бы, тоник-лосьон, увлажняющий его снимет. Лучше, конечно, когда вы дважды моете лицо. Но моей коже мне нравится очищение чрезмерное. То есть очищение это прекрасно. И я, в принципе, очень добросовестно, как вы видите, очищаю кожу. И каждый раз обязательно это делаю. Но просто смотрите, насколько вы много носите макияжа. Я макияжа ношу совсем мало. И у меня для снятия его не нужно много усилий прилагать. Итак, сейчас у нас чистая кожа, без всяких прикрас, как есть. Сегодня я, пожалуй, пройдусь, во-первых, эссенции История Фо. Swan Essence. Это вы уже во многих видео видели. У меня осталось меньше половины, поэтому эту эссенцию я, наверное, скоро прикончу. И легкими движениями по массажным линиям я не то, что даже втираю, просто размошу по коже. Потом даю несколько секунд впитаться. То же самое я делаю шею. Честно говоря, я не разделяю кожу лица и кожу шеи. Они у меня всегда на одинаковой основе. В смысле ухода. Поэтому кожа шеи на самом деле достаточно быстро стареет. У меня уже видно. Как вы видите, она уже не такая подтянутая, как, может быть, была до этого. Но все же уход делает свое, и она выглядит шеей неплохо. Дальше я хочу немножечко пройтись пилингом по лицу. И я буду использовать Overnight Biological Peel от Kiehl's. Сегодня, мне кажется, мне нужно немножечко прошлифовать кожу. Беру немного совершенно и прохожусь по коже. За исключением зоны вокруг глаз. Вы видите, что туда я как раз таки не наношу. Только по коже лица. И тоже по массажным линиям. Запросто, в общем. И еще немного я на шею тоже нанесу. Но это должно немножечко... Очень нежный пилинг. И он просто снимает самый верхний слой кожи. С утра кожа выглядит более отдохнувшей, более такой подтянутой. И вообще лучше себя ведет. Сейчас под глаза я, пожалуй, положу свой крем от Kiehl's. Тоже сегодня у меня достаточно Kiehl's. И это Creamy Eye Treatment Sauvacado. Это прекраснейший продукт. Если бы он еще был не в баночке, а в каком-нибудь тюбике, вообще цены бы ему не было. А так буду искать что-то более гигиеничное. Я очень легкими движениями вбиваю этот крем под глаза. И остатки разношу по веку. Там тоже нужно увлажнять. Сегодня побалую свою кожу ночной маской обязательно. И сегодня это у нас будет маска от Origins, которая, кстати, у меня подходит к концу. У меня уже осталось ее вот столько на свет. Если посмотреть, это Drink Up Intensive Overnight Mask. Хорошая ночная маска. В ней спишь. Она приятно пахнет. Я беру немного и опять-таки очень легко разношу по лицу, по массажным линиям. Опять, в общем, практически все по массажным линиям, может быть, кроме масел. Их хорошо втирать в кожу как бы против гравитации. Насколько, во всяком случае, мне рассказывал косметолог. Может быть, вы меня поправите. Может быть, это информация не самого такого доказательного порядка. Это вполне может быть. Опять-таки, то же самое на кожу шеи наносится. Кожу шеи, в принципе, нужно массажировать против гравитации. Но я не думаю, что особенно вы что-то испортите на своей шее, если будете сверху вниз, снизу вверх. В общем-то, мне кажется, одно и то же. Но поправьте меня. Может быть, я и не права. Теоретически, конечно, лучше против силы тяжести. Что еще? Пожалуй, немного увлажню губы. Вы уже знаете вот этот вот 8-часовой крем от Элизабета Орден. Его я пропагандирую давно. Он у меня для всего. И для кутикул, и для сухих каких-то мест, особенно зимой. И для губ. Я его наношу на губы. И он держится на них всю ночь. Куту просыпаетесь с хорошенькими такими увлажненными губками. В принципе, это эквивалент, на мой взгляд, эквивалент вазелина. Но почему-то на мне он лучше работает. У него чуть другая текстура. Еще, если хочется, можно побрызгаться какими-нибудь увлажняющими спреями. Я это делаю в основном с утра, а не вечером. И, пожалуй, это все. Это все, что я делаю на ночь. Сейчас пойду расчешу волосы, переоденусь в пижаму. И время спать. Это все на сегодня. Надеюсь, вам было весело со мной раздеть лицо, почистить его и нанести уходовое средство. Я периодически буду обновлять, когда у меня будут обновляться уходовые средства в моей коробочке. И показывать вам, чем я пользуюсь в настоящее время. Теперь у нас вот такой вариант. Это все на сегодня. Всем спокойной ночи или приятного дня, если вы это смотрите видео, не вечером. Пока!